В эфире о хлебе на сущном. Программа о селе, сельском хозяйстве и людях, которые нас кормят. Меня зовут Эльвира Ефимова. Здравствуйте. И вот, что покажем в сегодняшнем выпуске. Раньше все было вручную. То есть все мыли вручную, заили вручную, мыли вручную. Коровы празднуют новоселье, как и условия созданы на новой ферме в Рыбинском районе. Купают их, носят их к парикмахеру, к стилистам, делают стрижки различные. Модные цыпочки. Как выглядят шелковые куры и кто несет бирюзовые яйца. Глава краевого медсельхоза рассказал об итогах уборочной кампании. Обмолочено 915 тысяч гектаров площадей зерновых. Намолочено 2 миллиона 413 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Среднеурожайность составила 26,3 центнера с гектара. Это плюс 263 тысячи тонн к аналогичному периоду прошлого года в Воловке. И плюс 3 с небольшим центнера с гектара по урожайности. Это в сравнении с прошлым годом. В течение, ну допустим, недели, 10 дней максимум, к дням урожая мы узнаем уже урожайность в амбаре, как говорится, в чистом виде. Я думаю, что это будет одна из наивысших урожайностей в Красноярском крае за советское и постсоветское время и в новой истории. Отмечу, что урожайность, которую стабильно получает Красноярский край, стала наивысшей от Урала до Дальнего Востока. Ближайшие наши, ну будем так, соперники или конкуренты по урожайности в Сибирском федеральном округе это Томская область 22,5 центнера с гектара. Кемеровская область порядка 22 центнера с гектара. Наш самый сельскохозяйственный регион Сибирско-федерального округа Алтайский край, который убирает там более 3 миллионов гектар зерновых и зернобобовых, урожайность в этом году составила в бункерном весе 14,4 центнера с гектара. Выдающийся результат, я думаю, что в этом прежде всего заслуга, конечно, наших дружеников села, наших руководителей предприятия. Безусловно, в стабильных получении высокой урожайности играет немаловажную роль тот объем государственной поддержки, который оказывается агропромышленному комплексу края, особенно со стороны субъекта. Леонид Шорохов подчеркнул, что край полностью обеспечен зернофуражем и кормами для стабильного производства молока и мяса, готов полностью закрыть потребности перерабатывающих предприятий по производству муки и круп, по-прежнему является одним из основных поставщиков качественного зерна в другие регионы. Основные, я еще раз скажу, наши направления экспортных поставок в настоящее время являются пшеница и рапсы. Их доля в общем объеме хозяйственного экспорта, допустим, в 2018 году составила где-то порядка 50%. В том числе зерновых у нас реализовано было на 26 миллионов долларов, а рапса на 6,5 миллионов долларов. И в 2018 году у нас действительно был такой уникальный результат. 42,2 миллиона долларов США практически, мы чуть не выполнили итоговые цифры для нас 24-го года. Но опять-таки эта конъюнктура очень удачно сложилась. В Монголии была засуха, и практически мы туда очень много поставили зерновых, через Монголию много уходило на Китай. В этом году ситуация довольно-таки непростая. Если вот уже за период октября 2019 года экспорт семян рапса мы увеличили в 2,7 раза, и он уже составил 7,5 миллионов долларов, то по зерновым у нас есть снижение. Еще одно новое и значимое направление для реализации краевой продукции – органическое земледелие. Продукция, которая выращена, будем так говорить, без применения средств химической защиты растений, без минеральных удобрений, вот то, что дает естественное плодородие земли, то и является органической продукцией. В проекте закона, который сейчас зайдет в законодательное собрание, будут статьи, которые будут поддерживать ведение органического земледелия на территории края. Органика практически это, ну, на сегодняшний день это очень дорогой продукт, востребован он как раз в странах Западной Европы, и считаем, что это тоже как бы сегмент нашего экспортного наполнения. Ну, допустим, так, на скидку, если обычная пшеница или там ячмень и овес где-то в районе, ну, от 9 до 11, это в лучшем случае, то органика, ну, примерно в полтора-два раза цена выше. До 2031 года в регионе намечено 75 проектов в растеневодстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности на сумму более 60 миллиардов рублей, в том числе по линии Енисейской Сибири. Это тепличный комбинат в Шереповском районе и завод по глубокой переработке зерна. Вот уже 10 лет я делаю программу о том, как развивается в Красноярском крае сельское хозяйство. И могу с уверенностью сказать, что старых коровников с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот и в селе Чуреново Рыбинского района развернулась масштабная стройка. Нашлись люди, готовые развивать здесь животноводство. Вот так же вот подоили, поработали, одели его, сами стаканы одели на мощность, систему саму. Нет, раньше все было вручную. То есть все мыли вручную, доили вручную, мыли вручную. Вот-вот и доильный зал стоимостью 15 миллионов рублей встретит своих первых посетительниц. Здесь все продумано до мелочей. Для доярочек датская дойка с автоматическим съемом аппарата. Для коров под копыта мягкие резиновые маты. Ежедневно здесь будут доиться 300 коров. Есть система автосъема, то есть доярке даже не надо будет скидывать доильный аппарат. Корова подоилась, стоит датчик потока жидкости. Как только датчик потока жидкости дает команду, что молока нет, аппарат сам поднимается вот этими штуками, раз, поднимается наверх. То есть здесь что получается? Эффективность работы увеличивается, быстрота сама. А это для предприятия «Родник» исторический момент. Животных загоняют в новые коровники. Содержание здесь будет беспривязное на глубокой соломенной подстилке. Как и доидный зал, строили коровники самостоятельно, хозспособом, и получилось весьма неплохо. Почему же из-за бетон, материал, а не те металлоконструкции, которые строят? Потому что он вечный. Металлоконструкции все равно поддаются коррозии со временем. А бетон – это бетон. Я смотрю, у вас окна даже есть на крыше. Да, это световые коньки, так называемые. Но немножко упрощенного типа, но все равно очень приятно находиться в помещении, где светло просто естественным освещением. Ну, потому что ширина большая коровника, 48 метров. Это у нас будет содержание на соломенной подстилке. Более естественно, конечно, это немножко сложнее и затратнее, но для животных это лучше, для самих животных, для содержания. Это и для микроклимата лучше, потому что солома, она все-таки впитывается, сушивает. Вот оно вообще, если именно взять как бизнес, это не бизнес для денег, это бизнес для себя, для души, для работы. А именно в плане рентабельности, конечно, тут вопросов много очень. Ну, просто как бы сама работа доставляет удовольствие любая. Будь это животноводство, будь это стройка, будь это еще что-то. Это же все равно, ну, хорошее же дело строить. Это же не ломать, это же строить. Строить, развиваться, это же динамика какая-то в жизни. Новый коровник строится удобным не только для животных, но и для людей. Здесь есть туалеты и душевые, а также комнаты отдыха для скотников и доярочек. Доильный зал, два новых коровника, а в перспективе телятник, откормоплощадка и родильное отделение. Такого размаха в строительстве фермы в небольшом селе не было, пожалуй, с советских времен. Здесь уже нашли работу 50 человек, а с увеличением поголовья рабочих рук потребуется больше. Где есть животноводство, там есть жизнь в селе. И даже когда Тигран Победенец дошел в 2006 году, да, в Череново, сразу можно было отметить, отремонтировал скважину, начал работать скважину не только для фермы, да, но и для населения данного населенного пункта в деревне села Череново. Потом это люди, люди, трудятся, которые на ферме. А труженики на ферме – это семья в деревне, это какой-то доход, семью, это благосостояние семьи, если есть где работать. А молоко с нового коровника в Череново поступает сюда, на молокозавод в Бородино. Молокозавод тоже новый, ему всего год, и строился он с учетом всех современных требований в безопасности молочной продукции. Раньше завод – это были вагончики с производительностью 1,5-2 тонны. Постепенно все это модернизировалось, все это обрастало вокруг. В итоге объемы возросли до такого количества, что необходимо было строить новый завод. Вот этот завод строился в течение трех лет. Оборудование в настоящее время на заводе самое современное. В основном все программируется через дисплей. То есть сразу в программу человек заходит, программирует количество, температуру, там, если пастеризация, охлаждение, все по программе полностью, все проходит. Все производственные процессы автоматизированы, а значит, минимум ошибок, вызванных человеческим фактором. Во всем главное – чистота, стерильность и строгое соблюдение норм гигиены. Только так можно добиться максимального срока хранения живого продукта без применения стабилизаторов и консервантов. Это закрытые системы, куда молоко поступает по трубопроводу, из которых молоко идет по трубопроводу тоже. Подается насосами на упаковочный аппарат. Изначально бутылка моется озонированной водой, подается на розлив на карусель, там происходит дозирование. Все строго запрограммировано и зависит от этого. Одевается крышка, закручивается крышка. Мы хотим показать, очень часто встречаются комментарии в интернете по поводу попадания инородных предметов в пакет с продуктом. Как технолог хочу заявить, что на современных аппаратах, да и в принципе на более древних конструкциях это невозможно, потому что это предусмотрена конструкцией аппарата. Сейчас мы покажем, как выглядит дозирующее устройство. Вот это нижнее, это сетки на выходе, которые установлены для того, чтобы гасить в продукте пену. Пена в молоке образуется при подаче молока под давлением насосами. Здесь стоит блок из 15 сеток. Сетки, вот отверстие диаметром, наверное, 1 на 1 миллиметр, не крупнее, даже мельче. Вот эти сетки, они стоят, чтобы погасить пену, и опять же они не позволяют инородным телам попасть в принципе в пакет с продуктом. Как и на любом современном молокозаводе, здесь есть СИП-мойка. Она в автоматическом режиме промывает и дезинфицирует все молокопроводы, оборудование, а также автомобили-молковозы, которые привозят с ферм молоко. Это у нас раствор с щелочью, это у нас раствор с дезинфиктантом, это оборотная вода, это чистая вода. Мойка осуществляется следующим образом. Идет сначала вытеснение продукта, оборотной воды. Она выталкивает остатки продукта, то есть подготавливает горшок к мойке. Затем идет щелочная мойка. Молокозавод Рыбинского района перерабатывает около 40 тонн молока в сутки. Пять тонн идет со своей фермы, остальное привозят хозяйство Солянское, Большоуринское и местные фермеры. Курочка-ряба снесла деду и бабке яйцо золотое, а Валентине Шумских из Красноярска – голубое. Сегодня я познакомлю вас с хозяйкой самых удивительных, редких и красивых пород кур. Валентина, скажите, что за порода у вас в руках? Это курочка шелковая. У них перышки, как шелк, их называют еще силки. У них нет пера, то есть у них только пух. Их берут как детям, как домашних любимцев. Даже в Москве сейчас есть такой новый тренд. Заводят звезды, ходят с этими курочками под мышкой. То есть, да, вместо собачек маленьких, как было раньше, купают их, носят их к парикмахеру, к стилистам, делают стрижки различные. Валентина занимается разведением декоративных кур 8 лет. А зародилась эта любовь с маленького гусенка, которого взяли на потеху дочери. Сейчас в ее питомнике около 40 пород – экзотических петухов и несушек. А вот эта вот курочка, самая дорогая у нас в питомнике. Она привезена с Америки. Это шелковая галашейка. Таких кур в России, ну, буквально десятки. Большая редкость. Ну, вся фишка в том, что они как страусы, мини-страус. То есть, у них есть вот такая вот манишка. Вот она так вот интересно выглядит. Это мельфлеры, махноногая бентамка. Акрас называется красный фарфор. Кушают они очень мало, а несутся превосходно. Живут они долго, то есть, они живут до 6 лет, вот эти вот курочки. Их можно держать вот тем, кто не имеет курятников. Например, вот живет в частном доме человек, он может поставить маленькую клеточку, завести себе две курочки и петушка. У него будут яички, и они будут кукарекать и яйца нести. Пышный и разноцветный хвост, меховые сапожки, шелковые перья, необычные гребени или пестрый раскрас, куры-гиганты или карликовые. Людям все больше хочется видеть на своем участке красоту и экзотику, говорит хозяйка удивительного курятника. А множество видов сегодня позволяют выбрать птицу, подходящую под любого хозяина. Новых подопечных Валентина привозит со всего мира, а затем занимается дальнейшей селекцией породы. То есть что такое селекция, то есть мы продаем, разводим и пытаемся добиться определенных выставочных результатов у нашей птицы. А вот это курочки, это китайские шелковые аборигены. То есть славятся они в Китае своим черным мясом, то есть с него делают лекарственные настои. Даже говорится о том, что их мясо излечивает рак. У них абсолютно все черное. Черное мясо, черные кости. Кровь, конечно, красная, но именно черно-мясная птица. И в том числе это шелковые, то есть они не имеют пера как такового, а покрыты только пухом. Свет скорлупы тоже результат селекционной работы современных птицеводов. В палитре заводчиков яйцо нескольких цветов и множество оттенков. Говорят, что они еще и полезнее обычных, богаче микроэлементами и аминокислотами. Ну вот это темное яйцо, как будто крашеное в луковой шелухе. Несут у нас мараны. Более светлое яичко у нас несут вельзумеры. Синсиндянь, ухайлюй, лекбары и амирауканы несут нам зеленое яичко. Оно очень полезное для здоровья. Вот такое, более розовое, несут нам барнивельдеры. Легорны несут нам белое яйцо. Вот оно абсолютно чисто белое. Куроводство для Валентины оказалось интересным увлечением, которым можно и заработать. Есть спрос и на инкубаторское яйцо, и на молодняк, и на взрослую птицу. Журнал «Агросибирь» и ассоциация «Союз селян Сибири» провели круглый стол по вопросам закупа, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. Фермеры, производители, приработчики, представители торговли и власти вместе искали пути решения актуальных на сегодняшний день вопросов. Те вещи, о которых мы говорим постоянно, это борьба с контрафактом, это непонимание различных проверяющих служб и законодательных инициатив, которые идут вообще в разрез с логикой жизни на селе и создают максимальные препоны. На самом деле грядущая, например, отмена единого налога на обмененный доход в 2020 году, после 2020 года, размыта есть такая формулировка федеральная, она на самом деле у нас окончательно убьет всю торговлю в деревнях и всю фермерскую торговлю. Потому что на других системах налогообложения этот вид торговли просто не имеет смысла. И самое-то главное, чтобы сегодняшний круглый стол не остался просто декларацией, а перешел в практическую плоскость конкретных программ и мероприятий, авторами которых должны быть мы, то есть представители как раз агропромышленного комплекса. Никто, кроме нас, на сегодняшний день не сможет определить точечные мероприятия и адекватные актуальные программы для решения наших же проблем. Краевые депутаты посетили Бирюлюски и Большоулуйские районы, где пообщались с местными сельхозпроизводителями. На этой территории за 7 лет господдержку на открытие сельского бизнеса получили 28 человек на общую сумму около 54 миллионов рублей. Надежда Иванова, хозяйка свинофермы, где сегодня содержится 240 свиней, поделилась с депутатами планами на дальнейшее развитие. Она, как начинающий фермер, уже получила от государства 3 миллиона рублей и теперь будет участвовать в конкурсе грантов для семейных животноводческих ферм. Вот дальше хочу двигаться. Я вот расширяться, как, в каком смысле расширяться? То есть у меня еще деятельность будет коровы, я хочу. То есть молочное стадо, я уже телятник за свои средства сделала. На сегодня это все. Встретимся ровно через неделю. Напоминаю, что все выпуски программы о хлебе насущном смотрите на нашем сайте enisei.tv. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok